13.06 в нашем городе, программа сделанная в Вятке выходит по традиции в прямом эфире Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин, не буду долго тянуть с представлением нашей гости Но скажу только, что история нашего города, богатая история, как известно, связана со многими выдающимися людьми Правда, зачастую они попадали в наш город не по своей воле, это была так называемая ссылка Они здесь работали, они здесь жили, оставили после себя очень и очень весомый и заметный след И вот одна из таких личностей это Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, как принято его называть В этом году, в 2018 исполняется ровно 170 лет с момента приезда как раз-таки в ссылку Михаила Евграфовича в город Вятку Все верно? Спрашиваю я Елену Черкову, заведующую музеем Салтыкова-Щедрина в нашем городе Абсолютно верно Абсолютно верно, да, Елена Юрьевна, добрый день, чувствуйте себя как дома Надеюсь, такая уютная атмосфера Сразу же хочу спросить, вот специально к этой круглой дате, что в музее, который вы возглавляете, приготовлено или готовится? Немножко забегая вперед, наверное, мы будем открывать свое мероприятие Потому что дата прибытия Салтыкова в Вятку считается 7 мая 7 мая, профессиональный праздник радийщиков 7 мая 1848 года у губернаторского дома становилась дорожная коляска, из которой вышел молодой человек среднего роста Потирая руки, он сказал, укатали черти Это и был сильный чиновник Салтыков И вот с этого времени, в 7,5 лет, Салтыкову пришлось в Вятке проживать Вот представьте себе, я хочу слушать и сейчас спросить Вот вам 22-23 года, да? И вы оказываетесь в провинциальном городе Вдалеке-вдалеке от своего дома Вот представить бы сейчас Что чувствовал Михаил Евграфович в тот момент? Наверное, чувства были неописуемы Потому что после того, как ему была предложена первая должность А основным условием ссылки это была государственная служба Поэтому он обязан был служить государству Определен был мелким чиновником в губернскую право Ну и оказавшись в Вятской глубинке Соответственно, оценив ситуацию Он написал Петербург своим друзьям, чтобы ему дали хорошие рекомендации Ну и соответственно, когда губернатор Селеда эти рекомендации получил После этого он забрал чиновника к себе Так как в доме на Спасской находилась не только квартира губернатора Еще находилась его канцелярия Ну и соответственно, Салтыков понимал, что Другого способа освобождения ссылки, чем ревностная служба у него нет Служил он очень хорошо И через два года после этой службы Губернатор сделал его своим советником Давайте не будем забегать так быстро Давайте напомним все-таки За что Салтыков к нам попал-то сюда в Вятку Дело заключается в том, что Салтыков, в принципе, закончил царско-сельский лицей Тот же самый, который заканчивал Кушкин Это учебное заведение готовило чиновников для высшей государственной службы И в сущности Салтыков собирался строить свою карьеру После окончания лицея он и начал государственную службу В военном ведомстве Да, в канцелярии военного министерства И в лицее, еще так будем говорить, он баловался стихами И они были довольно неплохие Потому что по традиции лицеисты ежегодно в каждом выпуске выбирали самого лучшего поэта И называли его своим Пушкиным Так вот, по единогласному мнению своих одноклассников Молчаливый Салтыков был признан Пушкиным 13-го выпуска А поступить... Это было в 1800... Ну, он... Так, если он в 1826-го года рождения Да, в 1826-го года Ближе к 40-м В начале он учился в московском благородном пансионе Затем в царско-сельском лице Ну, а после окончания лицея Как раз он и попадает в канцелярию военного министерства И теперь он уже начинает писать прозу И вот в 1848-м году из-под его пера выходят два прозаических произведения Это повести противоречия и запутанные дела Но основой для ссылки, конечно, послужила именно повесть запутанные дела В 1848-м году во Франции произошла революция И поэтому царское правительство усмотрело в произведениях Салтыкова Вредные революционные тенденции И в ночь с 21 на 22 апреля он был арестован Помещен на гаупт-вахту При военном министерстве И буквально через 2-3 дня ему был вынесен приговор Отправить Салтыковой в вязкую ссылку Без указания окончания ее срока Ну, принято считать, что изначально руководитель Салтыкова Чернышев, да, по фамилии Он вообще просил императора Николая Первого Сослать на Кавказ прямо куда-то Подальше, подальше вообще от столицы Известно такое? Ну, таких сведений у нас нет Но, тем не менее, вятка была местом ссылки И, соответственно, еще до Салтыкова Вятки отбывали ссылку такие величины Как архитектор Витберг, писатель Герцен То есть, в общем-то, это направление было уже знакомо Да, проложена была дорога Ну и вот, после того, как он был переведен В канцелярию губернатора Два года он служил в канцелярии губернатора И так успешно, что губернатор сделал его своим советником Вот вы уже сказали, что в вятку он прибыл в 22 года А в 24 года он стал советником губернатора Это была очень высокая должность Третье лицо в губернии Губернатор, вице-губернатор, советник губернатора Ну и вот теперь уже на посту советника губернатора Он вновь вернулся в губернскую праву, где начинал служить Но теперь он уже возглавил 2-е хозяйственное отделение А, 2-е хозяйственное отделение, это что входило? В полномочия? Ну, полномочия были очень широкими Потому что практически проверял он все И деятельность его распространялась не только на вятку Но и на вятскую губернию И бывали такие ситуации, когда ему приходилось И за пределы вятской губернии выезжать То есть много вопросов приходилось решать Салтыкову Это были и ведомственные, и хозяйственные дела, соответственно То есть он контролировал? Контролировал Проверял, фиксировал Известно, что Михаил Евграфович был человеком очень трудолюбивым И многую работу брал на ду, что называется Прямо сохранились воспоминания о том, что у него кипы бумаг В том числе в его доме были, и он работал, не покладая рук Ну и вот, когда посетители приходят к нам в музей Они очень интересуются подлинными экспонатами К сожалению, мебели Салтыкова не осталось Потому что при отъезде он все распродал, то, что было им куплено Но мы показываем всем большой письменный стол Который находится у нас в первом зале И говорим, что если не за этим, то за подобным столом Салтыков как раз и работал в губернской управе То есть вы не уверены в этом? Такие столы специально изготавливают для чиновников высокого ранга И места для бумаг там как раз очень много Давайте поговорим о жилище, в котором остановился Михаил Евграфович Современный адрес, как мы все знаем, Ленина, 93 Да? Ну, первоначально считалось якобы, что у Салтыкова было несколько адресов Вот, в момент прибытия Салтыкова в Вятку Губернатор был болен, он к нему не вышел Попросил полицмейстера распорядиться Середа как раз Середа не вышел, да И Баумгартен, полицмейстер должен был распорядиться судьбой Салтыкова И первоначально его поселили в номерах Купчехи Репиной Там сейчас располагается магазин Тюльпан напротив Тюза Это было в мае, если Салтыков в мае прибыл сюда Ну, а соответственно, где-то уже в июне или в июле Как раз издавался тот самый дом Раша В здании которого сейчас располагается музей Именно полицмейстер и подсказал Салтыкову, что Если есть деньги, если есть возможность снять То сдается довольно-таки неплохая квартира Я допустим, речь идет о доме баварского фабриканта Ягана Христиана Раша Который был в Вятке в качестве мещанина И дом-то этот был как раз-таки очень молодой, очень новый Он его только что построил Для сдачи в наем Это был доходный дом То есть Раш в этом доме жить сам не собирался Собирался сдавать его в наем И первым жильцом этого дома как раз и стал Сыльный чиновник Салтыков Который все годы ссылки именно семь с половиной лет провел в этом доме Что представляло тогда собой это помещение? Сколько комнат он занимал? Была людская, насколько помню? Дело заключается в том, что Мы в 2018 году в принципе отмечаем две даты 170 лет со дня прибытия Салтыковой в Вятку И 50 лет с момента основания музея в доме Раша То есть музей был открыт в 1968 году, когда дому исполнилось 120 лет А до открытия музея это был жилой дом В принципе И может быть даже и была нарушена планировка комнат Возможно он переделывался Но она сейчас воссоздана И вот когда мы проводим экскурсии Мы говорим о том, что с момента постройки дома Как раз и сохранилась планировка комнат Которая располагается по принципу анфилада Чтобы сохранить тепло печей И назначение этих комнат мы определяем точно Столовая, гостиная, кабинет, спальня Четыре комнаты принадлежали чиновнику В пятой располагалась людская Там жили слуги И сейчас в этом зале, в этой комнате у нас работает зал сменных выставок Много ли, известно ли, много ли было прислуги у Салтыкова? Первоначально он приехал Он все-таки из хорошей семьи Он из дворянской, богатой дворянской семьи 2000 душ, по-моему, было крепостных у семьи Семья была богатая Потому что, конечно, очень много усилий к этому приложила его мать Ну и когда он отправился в ссылку Он привез с собой одного слугу Это был дядька Платон из дома матери Соответственно, он с ним и проживал Ну и затем обстоятельства изменились Потому что город, наверное, дорог ему В какой-то степени был тем, что он здесь Познакомился со своей будущей женой Ну, об этом мы чуть позже Вот, и надо сказать, что именно в последний год ссылки Когда он состоял на линии жениха Мать прислала ему красивую дорожную коляску К эмергенеру Григорию Еще был взят кучер И все они как раз и проживали в людской Которая примыкала к его спальне Они следили за своим барином Ухаживали за ним во время болезни Но через комнату слуг он не ходил никогда Ходил только через свои апартаменты И даже когда мы, в общем-то, строение дома просматриваем Мы видим, что дверной проем, ведущий в людскую Он гораздо ниже, чем дверной проем господской комнаты То есть нужно было наклоняться? Ну, соответственно, да Поклон отмешивали? Не настолько низок, но сразу же чувствуется, что там уже Помещение совершенно другого рода А приусадебное хозяйство было какое-то? Трудно сейчас сказать, что было здесь на усадьбе Но, соответственно, скорее всего Зимой пища готовилась в людской Там, наверное, стояла русская печь Потому что в комнатах чиновника Там располагались две печи-голландки Они у нас, в принципе, сохранены Но мы ими, конечно же, не пользуемся А в каком они сейчас состоянии? Ну, они у нас в приличном состоянии То есть если ими воспользоваться по назначению Не знаю, что из этого получится Потому что сверху... Это металлическая печка, соответственно Почему? Голландская печь А штукатуренная раньше Она вообще была обложена кафельной плиткой Нет, это высокие голландские печи Да, конечно Вот Также на усадьбе есть летняя кухня Которая сейчас у нас пристроена веранда Скорее всего, в летней кухне летом Готовилась пища И она заносилась в дом Ну и так как Салтыков пользовался лошадьми То, очевидно, там и каретный сарай был И конюшни То есть были рабочие постройки Современники вспоминали, насколько я помню О том, что был у Салтыкова очень скверный такой характер По отношению к своим слугам Что и те, кто приходил к нему в гости Вспоминали, что он нередко Очень жестоко обращался с ними Так вот, в том-то и дело, что характер был очень противоречив Получается так, что ратуя за судьбу народа Вроде бы, что плохо ему живется и так далее Но, тем не менее, по отношению к слугам действительно он и жесток бывал И все тут сказался, наверное, и нрав его матери в какой-то степени И даже вот с этим самым дядькой Платоном он тоже жестоко обращался Хотя, все-таки потом Это я не могу, конечно, сказать Но, тем не менее, вольная ему потом была дана Но, когда он собирался дать вольную Платону Он к матери обращался с этим вопросом И сказал, что если вы будете против То я этого делать даже и не буду Вот это, да Характер у него был тяжелый Ну, да, читал, что те гости, которые к нему приходили Иногда его упрекали, как-то отзеркивали Мол, будь ты любезен как-то помягче быть со своим прислугой Не знаешь, насколько ты воздействовала на него Любил ли посещать какие-то места в Вятке? Бывать в гостях? Бывать в гостях, конечно, любил Любил, бывать в гостях Но и если говорить о местах, которые любил посещать Салтыков То это, конечно же, Александровский сад Потому что губернское управо как раз и располагалось Недалеко от Александровского сада Соответственно, и в обеденный перерыв Чиновники как раз в Александровском саду и гуляли И вот есть вероятность, что может быть там впервые А может быть в благородном собрании он увидел Лизочку Болтину Может, говорят о том, что первая встреча как раз и произошла На дорожках Александровского сада Он заинтересовался ею Это одно из любимых мест Салтыкова Ну, перед тем, как к Лизе Болтиной подойти Это, собственно, одна из дочерей Из дочерей-близняшек, да? Да Его непосредственного начальника Болтиной вице-губернатора Говорят, приписывали ему всевозможные романы В тогдашней вятке В том числе и некоторый адъюльтер С чуть ли не супругой губернатора Да, есть такие Расскажите поподробнее Подробности, конечно С Натальей Николаевной середой У него были довольно-таки близкие отношения И еще, наверное, ряд дам пользовались его благосклонностью Молодой человек Но, тем не менее, вот, значит, относительно приемов, которые он мог устраивать у себя дома По законам того времени Так как он здесь был молодым, неженатым человеком И так как в доме не было взрослой хозяйки Ни жены, ни матери, ни тетки Он не имел права принимать дам Не имел права принимать семейные пары у себя в гостях Принимал только холостых молодых людей И так как обеда в основном готовил дядька Платон То когда гостей в доме набиралось много Дополнительно приглашалась кухарка Ну а после обеда, соответственно, все переходили в гостиную И их любимым времяпровождением была карточная игра О, азартный был Он был очень азартный игрок Но это вот такие правила приема в доме Салтыкова Это как раз, наверное, входило в рамки полицейского надзора За ним же следили, что он соблюдал определенные Что еще запрещалось, если на эту тему говорить? Ну я конкретно не скажу, конечно, что еще запрещалось Но вот вы указали адрес Дома Раши Ленина 93 И, по сути дела, мы сейчас как раз и постарались Сохранить дом именно в том состоянии В каком он, в принципе, и был Ну и рядом с домом, конечно, находилась полицейская будка Потому что он был поднадзорный И наблюдение за ним, соответственно, велось Прямо рядом с домом? Да, да, там была полицейская будка И наблюдал, когда уезжает, когда приезжает, с кем общается и так далее Ну и потом, наверное, к докладу вышестоящему начальству писались Ну хорошо, давайте к Лизочке Болтиной Которой на момент знакомства с Салтыковым было 12 лет Да, 12? Да Ей и ее сестре 12 лет Ну, как я уже сказала, начал служить Салтыков в Вятке при губернаторе Середе А в 1851 году в Вятке поменялась власть На место губернатора Середы приехал Семенов А вице-губернатором стал как раз Аполлон Петрович Болтин Который привез с собой двух замечательных дочерей-близнецов, Анну и Лизу И в письме брату Дмитрию Салтыков написал, что познакомился с двумя примиленькими девочками, одна из которых умнее, другая пригляднее То есть красивее То есть в одной красота, в другой сообразительность У нас бывают на экскурсии школьники, мы им задаем этот вопрос Как вы думаете, на какой из них женился Салтыков, на умной или на приглядной? Они все говорят на умной На умной? Да И горько ошибаются Но на самом деле женился он на приглядной Как развивались их отношения? Ну, во-первых, вы уже сами сказали, что Болтин был непоследственным начальником Салтыкова И поэтому по делам службы Салтыкова приходилось посещать квартиру Болтиной Там он мог видеть сестер Но он относился к ним как к маленьким девочкам И в принципе даже не возникало у него никогда такой мысли, что одна из них может стать его невестой И вот мнение здесь расходится Или говорят о том, что у нее внимание в Александровском саду обретил Или же есть еще второй вариант, что в благородном собрании был дан бал А девочки были неплохими пианистками И когда, значит, соответственно он услышал игру за роялем и увидел сестер Вот тогда он и обратил внимание Салтыков наверняка сам тоже музицировать Да, конечно, обязательно Потому что вот в гостиной, как раз во второй комнате нашего дома Там есть у нас фортепиано Как раз мы говорим о том, что весьма вероятно, что Салтыков сам играл на этом музыкальном инструменте Играли его друзья И так знакомство состоялось Соответственно, обратив внимание, он пишет брату письмо, он начинает ей увлекаться Впервые он ее увидел в 1851 году, как вы уже сказали, она была еще маленькой девочкой Ну а посватывался к ней он в 1853-м, в первый раз, но Бултин в это время в Вятке уже не жил Он был переведен во Владимир И Салтыкова была отказана, так как Лиза была молода То есть Михаил поехал во Владимир Но может быть писал, писал, просил, потому что он состоял с ней в переписке Ему было отказано, и причиной была именно как раз молодость Лизы Но он не отступил И соответственно, вторая попытка сватовства состоялась уже в 1855 году И здесь он получает разрешение на брак Сейчас Лизе уже в 16 Мы говорим о том, что в 1855 году он получает разрешение на брак И именно в этом году он покидает Вятку Хотя первоначально предписание было отправить в ссылку без указания окончания срока Считается, что мама Михаила Евграфовича была против этого брака Против брака была Так ли это, потому что она не того происхождения, не ровне что называется сына Михаила Ну и прежде всего разрешение на брак он получает в 1855 году Но свадьба состоялась в Москве в 1856 И вот всегда у нас экскурсантов именно настораживает этот момент Что в ссылку он был отправлен без указания окончания срока И вдруг почему-то в 1855 году он покидает Вятку Тоже помог ему освободиться А ответ был такой, что не случайно я уже упоминала, что он заканчивал то же самое учебное заведение Где учился Пушкин А у Пушкина осталась вдова Которая во втором браке носила фамилию Ланской И по делам службы своего мужа Наталья Николаевна Ланская Именно в 1855 году оказалась в Вятке В честь приезда вдовы Пушкина в Вятку в благородном собрании был Донбал На котором ей представили Салтыкова и сказали, что здесь отбывает ссылку литератор из Петербурга И вот в память о своем первом муже, литераторе Пушкине Она попросила Ланского похлопотать о судьбе Салтыкова Вернувшись в Петербург он это сделал И 24 декабря 1855 года Салтыков покидает Вятку навсегда Получив разрешение жить и служить там, где ему пожелается В общем эти события стремительно развивались Несколько недель прошло, как Ланской за него похлопотал И уже вот в начале зимы, в декабре 1855 года Михаил Евграфович отбыл Покидал спешно? 24 декабря он, 24 декабря Покидал спешно, говорят Бежал, бежал, устал Да, и не ожидал, наверное, такого, конечно, да Ну и, соответственно, у всех напрашивается вопрос Почему же, если он в 1855 году получает разрешение на брак До конца, буквально, 1855 года до живой от пятки И почему-то на Лизе не женится А свадьба уже состоялась на будущий год, в 1856 году, в Москве летом А ответ был простой, оказывается Дворянину того времени, для того, чтобы жениться В доме нужно было иметь еще отдельную комнату для жены А так как в доме здесь было всего 5 комнат И комнат для жены здесь не было То быт свой в пятке он менять не стал Свадьба уже состоялась как раз в Москве в 1856 году Ну и вот вы задавали вопрос, как отнеслась мать к этому браку Да, она была против Она, по сути дела, дала разрешение на брак Но особой радости не выразила В общем, холодность в отношениях Дело заключалось в том, что сама она вышла замуж За отца Салтыкова Она была из купеческой семьи, соответственно И брат Васильевич, потому и решил жениться И взять жену из купеческой среды Потому что он растратил свой капитал И вот сама Ольга Михайловна очень быстро взяла хозяйство в свои руки Все это восстановила С деловой хваткой была Поэтому сын ее, конечно, был очень богат И она была противницей этого брака Потому что, по сути дела, Лиза была бесприданницей Она была дочерью вице-губернатора Но вице-губернатор лицо назначаемое Особых денег у Болтина не было То есть приданого большого не было И поэтому она, по сути дела, выразила Мать Салтыкова, я имею в виду Выразила неудовольство По отношению к этому браку И на свадьбу в Москву она не поехала Заявив, залетела ворона в барское гнездо И надо сказать, что ведь все годы ссылки Именно мать оплачивала пребывание Салтыкова в этом доме Он же его снимал Он не зарабатывал? Ну, жалование у него было невелико 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 И позволить себе такой роскоши он не мог Потому что снимать целый дом И более того, проживая в Петербурге Он был известным франтом Он очень хорошо одевался И поэтому, в общем-то, весь его быт И был построен на петербургский манер Так как мать присылала ему Даже в ходе того, что нижние рубашки Из Петербурга от лучших портных И когда ее постигло такое известие Что он собирается жениться Вот на Лизе Болтиной Которое не имеет, по сути дела, капитала То она ему отказала в материальной поддержке Заявив, что если ты женился на беспреданнице Содержи ее сам И поэтому после ссылки Салтыкову после вязкой ссылки В первую очередь, конечно, пришлось служить А потом уже и писать Понимал, что для того, чтобы жить семейной жизнью Ему нужны деньги Ну, насколько известно У Михаила и Елизаветы Долгое время не было детей? Да 17 лет Долгое время Детей было двое в семье Родились они поздно Практически друг за другом Дочь Елизаветы и сын Константин Которые, впрочем, себя ничем другим не прославили Кроме того, что были детьми великого писателя Но, умирая, именно сыну своему Константину Константину Салтыков Пачев всего на свете завещал любить родную литературу Которую он посвятил всю свою жизнь Сын был журналистом Вот о литературе, как раз о литературном наследии Михаила Евграфовичу За время пребывания, собственно, в Вятке Надо сказать о том, что находясь в Вятке, Салтыков ничего не писал Я имею в виду литературные произведения Потому что он как раз и был сослан за написание литературных произведений Ну и вот И за этом тоже полицевестер следил Так, и поэтому тут времени на это у него не было, скорее всего А корреспонденция, кстати, у Михаила тоже, наверное, перечитывалась Наверное, возможно и так Вот, поэтому, по сути дела, мы так и говорим Что пусть он ничего не писал Но какие-то заметки, наблюдения Это, очевидно, все было Вот, и еще надо сказать о том, что находясь в Вятке И возглавляя второе хозяйственное отделение Он здесь провел две сельскохозяйственные выставки В 1850-м и в 1854-м году И вот отчеты по этим выставкам Как раз и можно считать его своеобразными литературными опусами Потому что других литературных произведений никаких не сохранилось А что у них отображено? Можно подробно? Ну, отчеты, да А сколько засеяно? Почему? Тут ведь практически Если выставки были здесь Были продемонстрированы и предметы, и изделия И не обязательно сиркоспродукция Вот у нас в музее как раз экспонируется Значит, два плетеных полукресла Которые выполнены были, скорее всего, вятскими умельцами Две вышивки его Вышивка-цветочницы итальянской дворики Мы говорим о том, что эти предметы могли быть на выставках представлены То есть практически все, что было сделано Виттигерцем До Салтыкова уже выставку в Вятке проводил Которые посещал наследник, престол Поэтому вот Хотя ничего не писал Но наблюдения, конечно, были Потому что ведь сразу же практически после ссылки В 1835 году он покидает Вятку А ровно через год в Петербурге Уже выходит его первое крупное печатное произведение Сатирического плана Написанное по мотивам вятской ссылки Называет он его губернский очерк Ну и когда Вятское купечество эту книгу прочитало Многие из них, конечно, были возмущены Потому что они с таким радушием принимали у себя в гостях столичную штучку А он их статирически изобразил Узнали самих себя Конечно На что Салтыков отвечал, что он никого не хотел обидеть А просто создавал типические образы И вот, кстати, когда это произведение вышло в печати То оно было подписано не родовой фамилией Салтыков А никому неизвестным, вымышленным именем Щедрин Давайте напомним о происхождении вот этого термина И почему, значит, появилось это вымышленное имя Псевдоним, как мы сейчас привыкли говорить об этом Потому что чиновникам печататься не разрешалось А после ссылки Салтыкову в силу вышеизложенных обстоятельств Пришлось в первую очередь служить, а не писать Поэтому он прекрасно понимал Он уже один раз оказался в ссылке За написание литературных произведений Поэтому знал, подпишись он снова родовой фамилией С ним будет то же самое А почему мы именно здесь говорим о псевдониме? Потому что считается, что его приобретение он обязан в Ядской земле Так как по делам службы, я уже упоминала Салтыкову приходилось выезжать из-за предела Ядской губернии И однажды в Казанской губернии он расследовал дело по расколу Фигурантом которого был старообрядец-купец Трофим Щедрин Ну и вот при расследовании этого дела Его настолько поразил образ этого человека Силой своей непоколебимости, уверенности в правоте Что есть версия, что когда настало время выбирать псевдоним Он воспользовался фамилией этого купца Но есть еще и вторая версия Что данный псевдоним подсказала ему жена Елизавета Болтина, дескать, Щедрин от слова щедрый А есть еще и третья версия Что просто в доме матери было очень много Крепостных крестьян по фамилии Щедрины Поэтому он себе такой псевдоним и взял Это все версии, которые трудно подтвердить, да? Ну не знаю, вот считается Основной это все-таки, наверное, первая версия И у нас даже есть экспонируется Первая обложка губернских очерков Где написано, что как раз собрал и издал Салтыков, а автором является якобы Щедрин Вот Ну и при жизни Вначале он подписывался просто Щедринным А при жизни уже потом произошло присоединение Псевдонима к фамилии И есть ряд исследователей, которые считают Что после смерти произведения были так подписаны Нет, это при жизни через Дефис Да, Дефисом, как бы, двойная фамилия Салтыков Это родовая фамилия его А Щедрин псевдоним То есть И сейчас мы читаем уже произведения Салтыкова Щедрина А каких-то отдельных записок Или, не знаю, писем не сохранилось? Что вспоминал о Вятке Михаил? Или вот этот труд и всё он считается Что написан по мотивам? Ну почему? Ведь и в произведениях более позднего периода Там идёт упоминание о Вятке, конечно Потому что ведь 7,5 лет не могли пройти даром Можно даже сказать 7,5 лучших лет? Да, от 22 до 29 лет Это практически как раз пора рассвета И, в общем-то, наверное, установления вот этого фундамента Но, тем не менее И в более поздних произведениях, конечно, вятская тема проскальзывает И ещё отрадно отметить то, что и губернские свои очерки Он как раз начинает словами В одном из далёких кубаков России есть город Который особенно мило говорит моему сердцу Так он отзывается о Вятке А в произведении воспроизводит её под названием Крутогорск И пейзаж вот этот Сейчас, к сожалению, конечно, мы не можем видеть всей этой полноты Потому что все эти красивые храмы у нас сейчас уничтожены Но если со стороны Слободского подъезжать к реке То, что видел тогда Салтыков И вот это его цитата, что Крутогорск расположен весьма живописно И что если ты подъезжаешь к нему летним вечером со стороны реки То глазам твоим откроется городской сад Ну и практически все эти замечательные храмы Которых мы сейчас уже не имеем Вопрос я всё-таки хочу озвучить в эфире Задавал он в перерыве Потомки Михаила Евграфовича Известно ли, остались ли в современности люди кровью связанные с писателями? Ну вот я уже сказала, что в семье было двое детей И в принципе о прямых потомках сейчас мы даже и не скажем Потому что сын его не был официально женат Дочь несколько раз выходила замуж Но, по сути дела, мужья её были иностранцами Поэтому скорее всего... Она прожила за границей Да, скорее всего, наверное, надо корни искать там Но в большей степени, может быть, об этом знают сотрудники музея Который тоже является музеем довольно значимым Хотя надо сказать о том, что наш музей открывался первым в стране Но на родине Салтыкова, в селе Спасугол Сейчас это Толдомский район Московской области Музей есть в церкви, которую закладывала бабушка Салтыкова, достраивал отец Музей существует В какой-то степени, может быть, сотрудники музея поддерживают связь А когда, напомните, Салтыков получил признание вот такого мастера пера? Сразу же после выхода этих очерков? Или по прошествии какого-то времени заговорили о том, что вот это... Ну, эти губернские толщики, конечно, сразу же нашли отклики, критики и всё И надо сказать о том, что неоднократно Салтыков прекращал свою служебную карьеру Занимался литературной деятельностью Поэтому имя его в литературных кругах, конечно же, было известно Но ведь большей частью туристы, приезжающие к нам, у них всегда один вопрос Самый первый, что не по мотивам ли в Вятской ссылке написана история одного города История города Глупова Всё время задают вопрос о том, что Вятка это и есть город Глупов Это, конечно же, не так вот По мотивам Вятской ссылки написаны губернские очерки Но о городе Глуповом, как тогда, так и сейчас, может быть, любой город России И соответственно... Специальную позицию работников музея, я слышал, да И поэтому, конечно, творчество Салтыкова до сих пор и актуально, и современно И вот вы спрашивали о том, будут ли проводиться в честь юбилея прибытия Салтыкова и Вятку Какие-либо мероприятия в нашем музее, конечно, будут И в конце апреля открывается выставка, которая так и называется Город, который как-то особенно говорит моему сердцу Где будут представлены работы по Салтыковской теме наших кировских художников Которые хранятся в фондах Кировского областного краевического музея Работы современных художников И надо сказать о том, что у нас есть молодой, в общем-то, художник Признанный, наверное, сейчас мы уже скажем, Максим Наумов Его проект Салтыкиада, который шествует уже практически и по Кировой, и по Кировской области 2016 года, потому что в 2016 году отмечался юбилей Салтыкова Ему исполнено 190 лет, и вот с этого времени Максим Наумов работает в Салтыковской теме И в нашем музее много работ этого художника Вот, скульптурные работы На здании присутствующих мест утонавлен бюст Салтыкова, как раз в день его юбилея Вот, проект брельефа Салтыков и Щедрин У нас в музее стоит, и художник надеется на то, что на усадьбе этот брельеф появится То есть, и, по сути дела, то же самое Вот, обращение к этой теме, к истории одного города тоже есть И художники Караваевы изобразили героев Салтыкова Ну, и надо сказать, что на этой выставке, которая откроется в нашем музее Будут представлены работы кировских художников И чем еще эта выставка хороша Там будут представлены работы студентов художественного училища имени Рылова И юные участники различных художественных студий Тоже будут выставлять свои работы на этой выставке Да, номинации будут такие, соответственно, темы такие Это «Вятка времен Салтыкова», также «Окружение Салтыкова» и «Герои его произведений» И надо сказать, что мы сейчас эти работы отбираем Выставка будет не просто выставка, это будет конкурс Проводится конкурс, и в состав жюри войдут и художники, и Максим Наумов обязательно войдет Мы будем отбирать победителя Ну и, соответственно, награду свою победитель уже получит на заключительных мероприятиях Которые будут проводиться в музейную ночь 18 мая А давайте конкретное название То есть конец апреля, вы сказали, начало выставки Да, выставка открываться будет 27 апреля 27 апреля она будет открыта, да Там будут представлены работы, эти художественные работы То есть мы сможем погрузиться в мир Салтыкова Как раз посредством изучения этих художественных работ Аспект будет очень широкий Вот, но надо сказать, что молодое поколение откликнулось на наш призыв И работы, вот, относительно изображения героев Произведения Салтыкова очень даже неплохие И Салтыковская вятка тоже очень хорошо прозвучала в этих работах Поэтому мы ждем, конечно же, ждем и жителей нашего города И гостей нашего города Я думаю, что представителям разных поколений возрастных, я имею ввиду Эта выставка будет интересна А возрастное ограничение? Ноль плюс? Ну, наверное, участники нашего конкурса Это уже, по сути, с наденчества, конечно Дети, начиная с 7-летнего возраста, уже принимают Хорошо, 6 плюс Спасибо большое за этот экскурс в историю Связанный с Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным Спасибо, Елена Черкова, заведующая музеем соответствующим Всего доброго, до свидания До свидания, всего хорошего